Можете представить Робина Уильямса в роли здоровяка Рубиуса Хагрида в «Гарри Поттере»? Или вместо Джулии Робертс в «Красотке» другую женщину, актрису-блондинку с томным взглядом Дэрил Ханну? Нет? Не можете? Тогда я предлагаю посмотреть, кому едва не достались главные роли в некоторых известных лентах. Американский актер Лиам Эйкен был главным претендентом на роль Гарри. В то время он уже имел неплохой съемочный опыт, успешно прошел пробы и очень понравился продюсеру ленту Крису Коламбусу. Однако до съемок дело так и не дошло. Виной тому условия, которые с самого начала выставила Джон Роулин. Писательница хотела, чтобы все актеры были из Великобритании, поэтому решено было отдать роль Дэниелу Рэдклиффу. По той же причине не досталась роль добродушного здоровяка Рубиуса Хагрида американскому актеру Робину Уильямсу. Пробы прошли успешно, а вот тест на англичанина артист не сдал. В итоге продача сыграл Робби Колтрин. Роль проститутки Вивиан досталась Джулии Робертс не сразу. Рыжеволосая Джулия, к слову, жутко не нравилась боссам из Татчстанс Пикчерс. Поэтому роль поначалу пытались пристроить другим голливудским красоткам. В частности, предлагали ее Вайноне Райдер. Однако режиссер картины посчитал актрису слишком юной. На тот момент начинающей артистке было всего 19. Одним же из наиболее подходящих вариантов для роли Вивиан создатели картины считали блондинку Дэрил Ханну. Только вот сама актриса не захотела портить свою профессиональную биографию сексистской, по ее мнению, лентой. В итоге создателям фильма пришлось согласиться на малоизвестную 21-летнюю Робертс, которая была не прочь дефилировать в Мини и Батфортах. А вот Мел Гибсон имел самые большие шансы заполучить роль Бэтмена в одноименной картине. Однако решил не связываться, так как посчитал, что фильм не будет иметь успехов. А вот Майкл Киттон согласился. В итоге лента собрала более 400 миллионов при бюджете в 48 миллионов. Главной претенденткой на роль Розы в «Титанике» была вовсе не Кейт Уинслет, а Гвинет Пэлтроу. Режиссер Джеймс Кэмерон лично выбрал актрису и очень надеялся, что она согласится. Однако Гвинет, получившая на тот момент приглашение в ленту «Осторожно, двери закрываются», предпочла отказать Кэмерону, о чем впоследствии пожалела. Изначально главную роль в картине Робертса Замекиса «Форест Гамп» предложили Джону Траволте. Однако он не согласился, так как хотел сосредоточиться на сотрудничестве с Квентином Тарантино в «Криминальном чтиве», работа над которым шла в то же время. Определиться с актером на главную роль Замекису в итоге помог создатель «Людей в черном» Барри Заненфильд, предложив кандидатуру Тома Хэнкса. Хорошо знакомый с Каполой Джек Николсон имел хорошие шансы стать главой мафии в фильме «Крестный отец». Актер был одним из фаворитов режиссера из всех, кто пробовался на эту роль. Только вот сам Николсон почти в последний момент задумался о национальном вопросе и пришел к выводу, что итальянцев непременно должны играть итальянцы. И добровольно уступил место Аль Пачино. А вот Вера Алентова, супруга режиссера фильма Владимира Меньшова, получила главную роль в фильме «Москва слезам не верит» лишь после нескольких проб других артисток. Поначалу уже больше всего шансов стать Екатериной было у актрисы Маргариты Тереховой. Однако она не захотела участвовать в мелодраме, мотивировав это желанием полностью погрузиться в работу над фильмом «Три мушкетера». Получив отказ от своей фаворитки, Меньшов решил отдать роль жене. У легендарной ленты «Иван Васильевич меняет профессию» было два варианта сценария. Первый писался под актера Юрия Никулина, именно его Леонид Гайдай хотел видеть в роли Ивана Васильевича. Однако, ознакомившись с текстом, актер заявил, что не хочет терять целый год на съемки впустую, так как уверен, что этой ленте суждено остаться в ящике стола. После отказа Никулина сценарий пришлось корректировать, а на роль после многочисленных проб утвердить актера Юрия Яковлева. За семь лет до этого Юрий Никулин не поверил в будущее не менее яркой ленты «Берегись автомобиля». Получив приглашение от Ильдара Рязанова, Никулин заявил «У меня ощущение, что я это уже сыграл», а после отправился с цирком в зарубежное турне. Роль в итоге досталась Иннокентию Смоктуновскому. Ну что ж, с вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!